Всем привет! Меня зовут Дима Троян, с Никсами я сотрудничаю уже более 8 лет и все это время я программирую на PHP. За то время, пока я сотрудничаю с Никсами, мне удалось поработать с совершенно разными типами приложений, были совсем микро-приложения, такие например как парсеры какой-то странички или написание счетчика для подсчета перехода по ссылкам, были и консольные утилиты, например, предназначенные для миграции данных и обработки большого объема данных из CSV и перегона данных из CSV, например, в Elasticsearch. Также было несколько достаточно больших высоконагруженных приложений, наверное, одна из моих гордостей это приложение для североамериканского рынка, большой автопортал наподобие нашего автория. Да, давайте, раз уж все подключились, микрофон чуть потише, сейчас попробую сделать. микрофон чуть потише, попробуем вот так. Да, давайте пока я делаю микрофон потише, проведем небольшую перекличку, напишите в чате, пожалуйста, кто, сколько лет уже занимается разработкой на PHP, не на PHP, а если вы только планируете заниматься разработкой, то напишите просто плюсик. Похоже, что есть какой-то небольшой лак. Ну что ж, ладно, давайте ехать дальше. О, ничего себе, 6 лет. Ладно, окей, ребят, я хочу сказать, что этот вебинар будет очень полезен в первую очередь ребятам, которые ставят сейчас плюсики, которые пытаются понять, а с чего же им начать свой путь в IT, стоит ли выбрать тот или иной язык программирования, к чему это может их привести. Я постараюсь рассказать, чем PHP является, чем не является, кто использует его сейчас, расскажу, какие плюсы и минусы свойственны PHP. Надеюсь, вам это поможет определиться с первым языком программирования, поможет в карьере. Ну что ж, давайте, ребят, начинать. Ага. Значит, по поводу основных признаков языка. PHP это, прежде всего, серверный язык, то есть все действия, все скрипты выполняются на сервере, а на клиенте отправляется результат выполнения скрипта. Также PHP интерпретируемый язык программирования, то есть скрипты сначала транслируются, потом выполняются интерпретатором, что позволяет быстрее и проще отлаживать скрипты и дает другие преимущества перед компилируемыми языками. С другой стороны, вы можете сказать, что может пострадать производительность, и это на самом деле так и есть, но это нивелируется наличием оп-кэш части PHP. Это такое средство для кеширования байт-кода, и вот этот как раз фактор, он в PHP значительно нивелирует то, что это интерпретируемый язык, и производительность страдает не сильно. Также PHP это слабо типизированный язык программирования. PHP может неявно выполнить за вас какие-то приведения типов, например, когда вы решите сравнить строку с числом или сложить булевую переменную со строкой. Плюс к этому PHP обладает динамической типизацией, вам не нужно заботиться об указании типа переменной, PHP сам все правильно поймет и создаст ту переменную нужного типа, в зависимости от того, что за значение вы ей присвоите. Итак, какие же основные, об основных признаках мы поговорили, теперь можно поговорить о том, что PHP может. А может он все, почти. Главная область применения PHP это написание скриптов, работающих на стороне сервера. Таким образом, PHP способен выполнять все то, что выполняет любая другая CGI программа. Например, обрабатывать данный форм, генерировать динамические страницы, отсылать или принимать кукис. Но PHP способен выполнять намного больше. Существует две основные области применения PHP. Первая область это создание скриптов для выполнения на стороне сервера. PHP традиционно наиболее широко используется именно таким образом. Для этого вам будут необходимы три вещи. Интерпретатор PHP, веб-сервер. На самом деле можно даже обойтись без него. PHP обладает очень хорошим встроенным веб-сервером. И это прекрасно подойдет для того, чтобы быстро проверить выполнение скрипта. И, конечно, нам понадобится браузер. Посмотреть вывод PHP программы можно в браузере, получив страницу с генерированной сервером. В случае, если вы просто экспериментируете, вы вполне можете использовать свой домашний компьютер, вам никакой сервер не понадобится. Об операционных системах мы поговорим чуточку позже. Второе, для чего может применяться PHP. Это создание скриптов, консольных скриптов для выполнения в командной строке. Вы можете создать PHP скрипт, способный запускаться без сервера и без браузера. Все, что вам потребуется, это парсер PHP. Такой способ использования PHP идеально подходит для скриптов, которые должны выполняться регулярно. Например, с помощью крона или с помощью таск-менеджера, если кто-то еще, конечно, разрабатывает на PHP на Windows. Консольные скрипты часто используются для внутренних задач. Например, миграция данных из разных хранилищ, выгрузка отчетов, какие-то объемные задачи. Тут вопросик поступил из чата, может ли в DirectX PHP. Да, наверное, может. Надо попробовать. Наверняка есть какие-то консольные расширения. Может быть, можно использовать FFI для этого из PHP 7.4. В документации, кстати, вы можете встретить раздел, где рассказывается про то, что язык может использоваться для создания оконных приложений, выполняющихся на стороне клиента. Возможно, конечно, PHP является не самым лучшим средством для этого, но такое расширение есть. Я, когда готовился к этому докладу, посмотрел последнюю версию PHP GTK. И оказалось, что она 15-го года. Вот напишите в чатик, может быть, кто-то использовал для такого, для создания оконных приложений PHP. Но я такого не встречал ни разу за все время, пока разрабатываю. Так. Значит, мы узнали о том, какие области применения есть у PHP. Что насчет операционных систем, на которых мы можем запустить PHP? Интерпретатор доступен для большинства операционных систем, включая Linux, Microsoft Windows, MacOS. Таким образом, если вы сделали скрипт на Windows, отправили его другу с Mac, чтобы он запустил и проверил, а потом залили все это на сервер с Ubuntu, вы везде получите одинаковые результаты выполнения скрипта. Таким образом, выбирая PHP, вы получаете свободу выбора операционной системы и веб-сервера. Более того, у вас появляется выбор между использованием процедурного или объектно-ориентированного программирования, что сейчас гораздо популярно среди PHP-разработчиков по понятным причинам. Хотя, это, наверное, вопрос такой холиварный. Вы, конечно, можете объединить эти стили, но интерпретатор ругаться и не будет, а вот ваши коллеги могут начать. Итак, что можно сделать с помощью PHP? С помощью PHP можно генерировать не только HTML. Доступно формирование изображений, файлов PDF. PHP также способен генерировать любые текстовые данные, такие как XML-файлы. PHP может осуществить автоматическую генерацию таких файлов и сохранять их в файловой системе вашего сервера, чтобы отдать клиенту, организуя таким образом серверный кэш для вашего динамического контента. Одним из значительных преимуществ PHP является поддержка широкого круга баз данных. Создать скрипт, использующий базу данных, очень просто. Можно воспользоваться расширением специфичным для отдельной базы данных, такое расширение, например, как MySQL, или использовать уровень абстракции от базы данных, такой как PDO, или присоединиться к любой базе данных, поддерживающей открытый стандарт ODBC с помощью одноименного расширения. Для других баз данных, таких как CoachDB, например, можно использовать CURL или сокетами, или сокеты. Кроме того, вы можете работать с сокетами напрямую в целом и написать любую низкоуровневую реализацию, в принципе, любого протокола, на что ваша фантазия и количество свободного времени способны. PHP имеет множество возможностей по обработке текста, включая регулярные выражения и много других расширений и инструментов для обработки и доступа к XML-документам. В PHP обработка XML-документов стандартизирована и происходит на базе мощной библиотеки LibXML, расширив возможности обработки XML добавлением новых расширений SimpleXML, XMLReader и XMLWriter. Есть еще много других интересных расширений. На самом деле, впечатляющий список, и это неудивительно для языка с такой историей. Спасибо, Женя, за доклад об истории PHP. Поговорим о том, кто пользуется PHP. Вы, наверное, скажете, окей, в документации написано, что очень много чего язык умеет, но кто это все использует, кто проверял, что это все работает, что все готово для продакшена. И вот тут хочу вам показать список тех компаний и тех приложений, которые были написаны с использованием PHP. Начнем по порядку. Конечно же, сразу можно, говоря о PHP, говорить о Facebook. Уже, наверное, нет человека на планете, который не слышал бы о Facebook. Более того, почти у всех есть аккаунт в этой социальной сети, Facebook был написан на PHP. В какой-то момент с ростом числа пользователей перед командой разработки стал острый вопрос производительности, и решение было найдено. Собственный интерпретатор языка. Разработчики компилировали его изначально в промежуточные коды, а потом отправляли в интерпретатор Zend, движок PHP. Таким образом, программисты из Facebook внедрили статическую типизацию, ускорив работу PHP в два раза. Этот движок был назван HHVM, хип-хоп для языка PHP. Но команда PHP разработчиков тоже не тратила времени даром. Она плотнее занялась массивами и со временем выпустила седьмую версию языка, работающую даже быстрее, чем HHVM. Следующий проект, о котором хочется рассказать, который тоже, наверное, все из вас знают, Википедия, это энциклопедия интернета. С 2002 года Википедия начала работать на PHP-движке с базой данных MySQL. В те времена был всего один сервер у Википедии, это был 2002 год. В июле движок перевели на MediaWiki, написанный на PHP. В настоящее время что происходит с... В настоящее время информация немного неактуальна, прям вот за 2020 год у меня по Википедии нет, по ее инфраструктуре инфы, но даже уже в 2013 году у Википедии было тысяча серверов и приходило от 25 до 60 тысяч запросов в секунду. Со всем этим справлялся PHP. Подозреваю, что сейчас может быть серверов меньше, так как если Википедия перешла на PHP-7, то они, скорее всего, сократили свои затраты на инфраструктуру, потому что PHP-7 значительно быстрее и используют гораздо меньше ресурсов. Так, что у нас следующего из таких больших проектов? Конечно же, WordPress. CMS-ка написанная, используемая миллионами блогов, наверное, самая популярная и самая распространенная. Также можно долго перечислять огромное количество всяких платформ интернет-торговли вроде Magento, OpenCarta, Silius. Можно добавить в этот же список огромное количество фреймверков. Laravel, Symfony. Вот. Что у нас дальше? За что же PHP критикуют при таком большом списке классных проектов, на котором написан... На которых... В таком классном списке проектов, которые написаны на PHP, все-таки находятся люди, которые критикуют этот язык. И давайте поговорим об этих людях и о том, почему язык критикуют. Я, сколько себя помню, всегда находился кто-то, который хейтил, придирались к языку PHP, которые говорили, что нет, он непонятен, неясен, неинтуитивен. Взять хотя бы знаменитую статью PHP «Фрактал плохого дизайна». Статья 12-го года. В ней автор с ворчливостью рассказывает, возможно, просто для того, чтобы привлечь в себе внимание, как ему не нравится PHP и сколько же там нелогичного и неуклюжего и неинтуитивного. Вот хочется ответить, что, во-первых, с 2012-го прошло уже 8 лет, PHP уже тогда был сильным языком, с хорошим ООП, а сейчас в 2020-м в PHP 7 можно писать быстрое и надежное приложение. Тот инструментарий и то количество библиотек, которые появились в эти годы, говорят о том, что PHP действительно повзрослел, при этом сохранив одно из лучших своих качеств. Сам язык изумительно прост. Вам не надо годами учиться, чтобы начать писать PHP. Возможно, в этой простоте и довольно низком пороге вхождения и таится опасность. На PHP можно написать быстро, огромным количеством способов, не всегда самыми лучшими, и не уследить за качеством кода в этот момент. Вот именно поэтому я рекомендую начать обучение не с синтаксиса языка, а с правил написания кода, с алгоритмизацией, изучением основ ООП и ООД, немного подучить теорию баз данных, протоколы, используемые в интернете. Именно с этим багажом знаний вы сможете писать действительно хорошие, качественные приложения, а сам язык программирования будет вам только в помощь. Что почитать и изучить, чтобы стать хорошим разработчиком? Как я говорил выше, стоит подойти к изучению комплексно. У нас в отделе есть памятка для людей, которые собираются изучить язык. Это документ. Вы можете, кстати, по QR-коду перейти прямо на этот документ и скачать его. Документ представляет из себя список с аспектами веб-разработки и смежных сфер знаний, которые очень пригодятся разработчику. Список подкреплен ссылочками на проверенные хорошие ресурсы, ресурсы с действительно годной информацией, чтобы вам не приходилось тратить время на поиски и по крупицам выделять что-то полезное из океана знаний. Итак, с чего же начать обучение? Если вы совсем не знакомы с интернет и веб, то прежде всего вам надо получить базовое представление об устройстве сетей и сетевых протоколов. После этого стоит узнать о клиент-серверной архитектуре, на базе которой строится веб-приложение и так далее. От установки веб-серверов до фреймворков, систем контроля версии, бактериэклинговых систем и процесс разработки в целом. Обязательно стоит почитать хорошие книги ПВП. Например, можно почитать Гради Буч, объектно-ориентированное программирование и проектирование. Обязательно советую прочитать Мэтта Занстру, PHP, объекты, шаблонные методики программирования. И отличная книга, куда же без нее, PHP 7 Котерова. Все ссылочки вы найдете в описании и также вы найдете ссылочки вот в этой памятке. Кроме всего прочего, мы в Никсах подготовили для вас целую платформу для дистанционного обучения. Стартовать ее мы решили с курса PHP. Со временем платформа будет дополняться другими курсами. Следите за анонсами в Никсовых пабликах. Ссылочку внизу видео или по QR-коду тоже можно перейти и посмотреть, зарегистрироваться, пройти парочку курсов. Нет, не парочку, всего один пока, PHP. Это один из доступных курсов, остальные на подходе. В общем, ребят, присоединяйтесь, знания, сила. Теперь готов ответить на все ваши вопросы. Задавайте. Ух, у Фила два года баш опыта. Крепись. Алексей, 16 лет опыта в PHP разработке. Очень круто. Ну или не в PHP. Возможно, вообще в разработке. Вряд ли можно на одном языке. С одним языком лишь встречаться все 16 лет. Скорее всего, куча опыта у человека. Вопрос, чем вы занимаетесь в Никсах, что разрабатываете, какая платформа. Да, разрабатываем кучу всего. На самом деле, аутсорс-компания, в которую приходит куча разных проектов, разнородных. Я говорил в самом начале, это от каких-то совсем маленьких скриптов до огромных платформ. Я могу рассказать, что мы используем в качестве основных фреймворков. Это Laravel Symphony. Ну вот, наверное, вот так отвечу на этот вопрос. Ну а так, в целом, это современный стэк. Все то, все лучшие практики, которые сейчас используются повсеместно. Мы точно так же не отстаем, а иногда и обгоняем. Самая нетривиальная задача на PHP. Интересно. Наверное, какие-нибудь интересные дебаги там, где невозможно было найти ошибку. Ничего конкретного сейчас почему-то вспомнить не могу. Почему-то вопросы закончились. Ну что ж, на этом говорю вам всем до свидания. Изучайте PHP. Всем пока. Продолжение следует...